Копель, таяние снега, первые скромные лучи весеннего солнца. Весна – долгожданное время года, от которого ждешь только приятных событий. Метели и сугробы позади, и хочется просто наслаждаться хорошей погодой и хорошим настроением. Но даже к такому безобидному времени года лучше подготовиться заранее. Жители Десногорска знают, как правильно запастись витаминами. Больше нужно кушать овощей, фруктов. Летом их всегда, мы как бы летом кушаем. А весной и зимой нам их не хватает. Зимой, осень, весна – вот этот период, когда там обычно комплексные какие-то витамины, морковку, фрукты, яблоку, бананы. Но достаточно ли будет кушать больше фруктов и овощей для хорошего самочувствия? Поможет ли это избежать состояния, которое называется не совсем дружелюбным словом «авитаминоз»? Авитаминоз в современном обществе не присутствует. Более корректно употреблять понятие гиповитаминоз, потому что особенно в зимний, весенний период времени выставление витаминов снижается в организме, нет свежих овощей, свежих фруктов. Как это ни назови, а факт остается фактом. В осенне-весенний период особая диета особенно важна. Как понять, подвержен ли человек сезонному гиповитаминозу? Гиповитаминоз может проявляться общей слабостью, шелушением, сухостью кожи, ломкостью волос, ногтей, улучшением самочувствия общим. Избавиться от этих неприятных симптомов может помочь несложная диета, которой желательно придерживаться в период межсезонья. И, конечно, поливитамины. Правильно подобранный витаминный комплекс поможет восполнить недостаток полезных веществ и микроэлементов. Следить за своим здоровьем не так сложно. И тогда, в летний период, вы войдете с улыбкой и хорошим настроением. Олег Шоловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Дисна ТВ.